Ну конечно это Джон Траволта и Ума Турман в классическом фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Мы знаем его как самого креативного кинодела, но Квентин Тарантино перевернул новую для себя страницу и наша Трейси Смит узнала об этом все. Кажется Голливуд был построен на фильмах, созданных на основе книг. Все мы знаем, что Дон Корлеоне был литературной легендой, как и Мэри Поппинс, и эта акула из фильма «Челюсти». И так вас может удивить тот факт, что книга, вдохновившая Квентина Тарантино на создание картины «Однажды в Голливуде» была написана уже после фильма. Как вы помните, фильм повествует о старейшем актере и его дублере, который ищет за требованности в Голливуде конца 60-х годов. Новая книга на самом деле является романизацией, гораздо более подробной версией сценария. Поэтому, если, например, вы хотите узнать еще больше о персонаже Брэда Питта, книга расскажет вам все, что Тарантино не смог уместить в фильме. Итак, Лос-Анджелес – это ваш дом? Да. Все это имеет смысл для автора, с которым корреспондент Трэйси Смит познакомилась в его собственном кинотеатре в Лос-Анджелесе. Когда я разговаривала с вами в 2009 году, вы сказали, и вы сказали это многим людям, что в 60 лет вы собираетесь переключить передачи и стать литератором. Итак, вам 58 лет. Так. И вы уже идете по этому пути. Да-да, именно так. Не дожидаясь 60 лет, я уже пошел по этому пути. Конечно, пока это была адская гонка, Квентин Тарантино снял 9 фильмов и по пути создал одних из самых запоминающихся персонажей в истории кино. От героини боевиков в желтом комбинезоне из фильма «Убить Билла» до обескураживающего благородного нацистского злодея в «Бесславных ублюдках». Но, как вам скажет сам Тарантино, кинопроизводство не самый простой способ заработать на жизнь. Что вам нравится в литературной жизни? Что ж, одна приятная вещь, я трачу много времени на написание своих сценариев. А потом, когда я закончу, мне срочно нужно сделать фильм. И теперь я должен его бросить, и мы должны пойти искать локации, а затем мы отправляемся в это другое место, где я живу, где мы проводим 6 месяцев, приводя в движение весь этот процесс. Знаете, это увлекательный процесс, это замечательный способ прожить жизнь. Я не говорю, что это плохо, мне очень повезло, что у меня есть такая ситуация, идея вложить все в свое сердце, и тогда вы его заканчиваете. Это потрясающе. И каково было заканчивать книгу «Однажды в Голливуде»? Это было фантастически. Тарантино мог бы быть писателем-новичком, но он всегда был писателем, причем в большинстве случаев от руки. Да, я все от руки пишу, но потом я же все это и печатаю. Вот так? Не, вот так. Только одним пальцем. О боже мой, это долгий процесс. Вы будете удивлены, как вы наберете скорость, когда освоитесь, когда вам нужно взять весь этот хлам, верно? И набрать его одним пальцем, вы знаете, если это не Шекспир, вы можете его сократить. Но его процесс, кажется, работает. Оба его Оскара за лучшие оригинальные сценарии. Откуда это ваш дар к диалогам? Думаю, это все моя память. Я просто помню разговоры, я вспоминаю забавные вещи, я помню обороты фраз. Даже если мы с тобой идем обедать, и мы подслушиваем интересный разговор между дочерью и ее матерью за соседним столиком, если они скажут что-нибудь интересное, это может пригодиться мне через 9 лет. Вы будете помнить это? Да, я запомню, пока я пишу, если это кстати, это всплывет. Это возвращается? Да, точно. И кажется, он выбирает своих актеров так же тщательно, как и слова. Брюс Дэрн сыграл владельца Ранчо, Джорджа Спанова, однажды в Голливуде, но первым выбором Тарантино был Берт Рейнольдс, который скончался до того, как фильм был закончен. У вас была возможность провести съемки с ним? Нет, нет, у меня была возможность порепетировать с ним. Это официально последняя роль, которую он сыграл, потому что он пришел на чтение сценария, так что это была его последняя игра. На самом деле не только это. Ночь, когда он умер, то, что он делал до своей смерти, это то, что он бегал ко мне по очереди со своим помощником. Вау. Это одновременно и грустно, и красиво. Это так. В каком-то смысле вам должно быть приятно, что вы дали ему шанс. О, он был так счастлив, я могу сказать честно. Он умер счастливым. Я не говорю, что он умер счастливым из-за меня, но он был счастлив. Он определенно был счастлив, когда скончался. В наши дни Тарантино, кажется, нашел свою долю счастья. Теперь он женат, и у него есть ребенок. Когда мы разговаривали в прошлый раз, мы говорили об отношениях, и вы сказали, я весь целиком в кино, мне нужно сосредоточиться только на нем. Это все, что меня волнует, вот и все. Что изменилось? Что ж, женщина, которую я встретил, изменила это. Даниэла Пик. В общем, я встретил ее, и мы полюбили друг друга, и она хотела выйти замуж, и я женился. Это невероятно, потому что это то, что превзошло ваше безграничную любовь, любовь к кино. Совершенно верно, и она ничего из этого не забрала? У Квентина и Даниэлы, которые делят жизнь между Лос-Анджелесом и ее родным Израилем, есть 16-месячный сын Лео, который, что неудивительно, уже любит смотреть фильмы с папой. Итак, теперь я официально знаю, что первым фильмом, который он увидел, был гадкий «Я-2». И круто то, что вы показываете фильм своему сыну. Если я буду говорить об этом слишком много, я заплачу. Я даже не могу спокойно смотреть на его имя, написанное на листе бумаги без слез. Действительно? Ага. Почему так? Просто он мой лев, он мой маленький лев. И я просто вижу, как его имя Л-Е-О написано где-то отдельно, и это просто... Когда дело доходит до него, он просто самый очаровательный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Посмотрю на него, и я просто смеюсь, потому что он такой забавный. А в другой раз, я просто могу разрыдаться. И вы оба великолепны. Да. Конечно, работа тоже неплохая. Его книга, вероятно, первая из многих, но он говорит, что его следующий фильм будет его последним. Каким будет этот десятый фильм? Не, я понятия не имею. Если бы мне пришлось гадать, я бы подумал, что, пожалуй, однажды в Голливуде это своего рода эпопея в конце карьеры. И если бы мне пришлось гадать, я бы подумал, что десятый фильм будет скорее эпилогом. Что за эпилог? Ну, это просто. Это не эпопея. Вы получили большую историю, но в конце есть одна деталь. Можно сказать, что это классический Квентин Тарантино. Хитрый финал, который заставляет желать большего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!